Привет! С вами 416-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко, сам по себе Вадим Макеев и дизайнерный ССС Юлий Мацен. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty, мы вас пригласим в самый-самый секретный чат. В этом выпуске обсудим новый Safari Technology Preview и всякие разные другие новости от команды WebKit. Кстати, не только от команды WebKit, потому что целиком от всей команды AppleA небольшую новость обсудим. Посмотрим там, какие у них вышли новые ролики. Обсудим, что там с FigJam, насколько они улучшили AI и вообще чего ожидать. Еще раз, от Config и от других похожих конференций. Обсудим Chrome 124 и итератор Helper, которые в 122-й завезли. Обсудим, что же нам делать с фликсбоксами и гридами. Пора их уже изучать. Не пора. Пора думать нам гридами или нет. А может быть, нам нужен какой-то другой механизм раскладки. Поговорим об этом. Посмотрим на ViewTransition, потому что говорить об этом довольно сложно. Нужно обязательно смотреть демки. Но попробуем в том числе пообсуждать, какие проблемы это могут нам принести. Вот эти вот анимации между страницами. Обсудим ColorMix. Можно уже использовать в дизайн-системах его или нет. И насколько хорошо или нехорошо он работает. А в конце порадуемся за ребят, которые используют гаупу, потому что у них вышла пятая версия. И не ответим на ваши вопросы, потому что вы новых не прислали. Ну и начнем. Я же пришел, да, надо... Ребята поговорили уже обо всех самых интересных новостях Safari, да. Я их, к сожалению, пропустил. Ну, поговорим про то, что вышло на этой неделе. Safari Technology Preview 191. Такой, как я их называю, супер-мини-релиз. Здесь не очень много всего добавили, но есть вещи, про которые можно поговорить. Во-первых, для доступности улучшили. Тут я в доступности не большой эксперт, но я вижу, что тут добавили атрибуты, связанные с азбукой Брейля, по-моему, да. Есть так называемые рефлекшены, когда установка обычных атрибутов в HTML раньше могла воспроизводиться в JavaScript только element.add attribute и так далее. А теперь появились отдельные вот эти вот прямо JavaScript-овые, HTML-кейсовые штуки, которые можно задавать. Тебе не нужно добавлять отдельный атрибут. По сути, появляется такое свойство у элемента. Можно сразу писать aria-braille-label или, допустим, aria-label просто. То есть тебе не нужно оборачивать дополнительный какой-то метод и работать с его там значением. Ну, потому что этот атрибут, он такой вербозный, как говорят по-русски. Ну, и ты его можешь тоже не только читать, но и сетить, ну, устанавливать, если тебе нужно. Да-да-да-да-да-да-да. То есть это как обычный какой-то там метод. Окей. Добавили поддержку. Ну, то есть у них была поддержка уже AV1-кодеков, да, только они сделали так, что если он хардварно доступен, чтобы веб-кодек тоже работал для AV1. И, ну, понятное дело, все остальное — это почти, не почти, это фиксы в разных местах, небольшие, может быть, большие. Но из заметного тоже надо говорить про вещи, которые удаляют. Был нестандартный init has hash change event, метод для hash change event свойства. Его удалили. На самом деле это давняя история. Blink его давным-давно удалил. Он просто нестандартный. И вот веб-кит добрался только-только сейчас. Тоже хорошо. И вот такой вот маленький небольшой релизик. Все остальные вещи, наверное, пойдут на будущее. Вы, конечно, 17.4 обсудили без меня. Жалко, но ничего страшного. Я потерплю. Но вы точно не обсуждали статейку, которая отдельно выходила на веб-ките про vertical form control. Контролы. Что можно все контролы переворачивать. Точнее, вы, наверное, обсуждали, что появились эти свойства, что они влияют на все эти элементы в самом чинчелоге. А тут вышла прям хорошая наглядная статья в блоге веб-кита, где ребята показывают, как все эти элементы переворачиваются, что на самом деле работает, что не работает. Потому что там ведь и скроу-бары переворачиваются, они становятся горизонтальными. Вот те самые свитчи переворачиваются и становятся таким вот колонкой. И там много всего интересного с этим связано. Я помню, что когда это впервые появилось в Knowledge Preview, мы долго не могли понять, это связано именно с направлением письменности, то есть там RTL и вертикальный и прочее. Или это натурально, тебе в каких-то моментах хочется сделать вертикальный контрол, и тогда ты сможешь, не знаю, как-нибудь меняя, добавляя какие-нибудь атрибуты или еще что-нибудь такое, сделать себе, не знаю, вертикальный прогресс-бар. И у меня вот вопрос к Юле как к дизайнеру. Ты вообще сталкивалась с тем, что тебе контрол нужно было делать вертикально? Ну, я не буду спрашивать, сталкивалась ли ты с вертикальными текстами. Потому что, ну, кроме как декоративно, понятно. А вот прям вот когда интерфейс так сделан, наверное, вряд ли. Ну, ты скажи, если ошибаюсь. Но вот вопрос как раз про то, нужны ли в интерфейсах ручки, которые тягаются сверху вниз, как рубильник, или там прогресс-бары такие же, или вот похожие штуки. Наверное, очень редко, да? Вообще я не работала с азиатским рынком, поэтому не знаю. Максимум, над чем мы работали, это переворачивание текста с права налево. Слева направо. Там, понятное дело, что контролы ведут себя так же, текст внутри меняется. Но вот сверху вниз, чтобы все работало, честно, не знаю. Ну, то есть для меня, как человека, который не читает такие тексты и такие интерфейсы, для меня сложно воспринимать. Но для людей, которые таким пользуются, не знаю, если честно. Возможно, они уже что-то кастомизируют такое. Мне кажется, вы смотрите очень прямо на эту возможность. Понятное дело, у нее есть прямое применение, да, это вот для всей письменности, для которой это нужно. Но если смотреть чисто на контролы и на интерфейсные решения, для них можно найти применение в наших обычных интерфейсах. Потому что берем прогресс-бар, который, это просто линия сверху вниз, которая заполняется. Ну, неужели мы ни разу с вами не делали вещи, которые при прокрутке заполняются? А нет, а вспомните эквалайзер. Эквалайзер тоже. Там ведь, по сути, набор вертикальных прогресс-баров. Да, или вот, например, вот тот же самый рейндж. Типа у тебя рейндж всегда слева направо. Ну, у тебя же бывают ситуации, когда ты хочешь сверху вниз. Ну, да, да. Ну, типа это может понадобиться не только в перевернутой письменности, да, а и просто в твоем интерфейсе, потому что у тебя какая-то такая задумка связана. Ну, вопрос в том, хочешь ли ты, чтобы у тебя селект влево или вправо выпадал? Не, вот это уже переборка, конечно. Это уже там, где надо, да. Тут я согласен. Ну, вот, собственно, у меня в основной вопрос так, Юля, был. Типа, видел ли ты в интерфейсах ситуацию, или приходилось ли это самое делать, когда, не знаю, вертикальная кнопка по какой-то причине. То есть, понятное дело, что можно трансформом сделать, но, судя по всему, Apple не просто поддержала это внутри системы письменности, они еще, может быть, какие-то сделали фиксы в сами элементы интерфейса, что, допустим, если ты делаешь это трансформом, это будет так работать. Если ты сделаешь там смену направления письменности, он будет лучше работать. Я не знаю, честно говоря. Так, конечно, ты посмотри даже на чекбоксы. У тебя же здесь не чисто rotate. У тебя сам чекбокс, он отмечается точно так же. Ну, то есть он сверху вниз, а текст пишется вниз. Он же квадратный, как его не переворачиваешь, остается квадратным. Да, но у тебя и галочка бы перевернулась в таком случае. А зачем его вообще переворачивать? Нет, если бы ты ее rotate, я имею в виду. Если бы ты трансформ сюда применял, она бы полностью перевернулась, правильно же? А тут нет. Вы заметили, тоглы тоже они, ну, свечи, тоглы, тоже перевернуты на бок. Вот те, кто у нас в закрытом чатике, бывают? Не так давно обсуждали эту боль с тем, что все придумывают всякие разные новые тоглы и свечи, и всяческие новые состояния добавляют. Вот еще один способ по-новому их показывать. Можно теперь сверху вниз и снизу вверх. Просто в них теперь добавляется какая-то гравитационная составляющая. Ты нажимаешь, он как будто сваливается вниз. Ну, потому что, да, есть такое понятие, что типа вверх подбрасываем, вниз оно падает. Горизонтально такого чувства нет, наверное. Хотя нет, есть как бы в письменностях, да, есть же направление, матрица эмоций, так сказать. Все идет там вправо или вверх, хорошо, влево или вниз плохо. Ну, по крайней мере, вот восточная, господи, в западной системе письменности. Знаешь, что интересно? Ну, это за рамками этой статьи и за рамками, на самом деле, моей информированности, интересно, насколько эти же режимы поддерживаются в других браузерах, насколько там контролы переворачиваются, потому что Apple все-таки, ну, мы знаем, что Apple вот любит вот такие, какие-то мелочи такие вернуть, да, и чтобы вот они нативно везде, прямо как в системе у них, проскакивали. А вот как это работает в других браузерах, вот тут я даже не подскажу, но вот мне прямо интересно будет посмотреть потом. Ну, это не часть антропа, но, насколько я понимаю, Chrome и остальные браузеры, в общем-то, они давно уже, скажем так, международно, интернационально себя ведут, поэтому все фичи, которые запускаются, они что на уровне спек, что на уровне внедрений, почти всегда поддерживают все, что нужно. Иногда бывает, что браузеры такие собираются и в едином порыве что-нибудь внедряют мощное, типа мы давным-давно внедрили какие-то свойства, не особо оглядываясь на, допустим, другие системы письменности. И какой-нибудь, не знаю, релиз ноут следующего браузера заполнен словами Ruby, Ruby, Ruby и прочие всякие штуки. А вот это, судя по всему, такая же инициатива, то есть они все новые фичи внедряют с оглядкой, а тут просто был должок со времен, когда в браузере впервые появилась кнопка и селект. А нет, слушай, я вот сейчас дочитал, скажем так, Vertical Mode и Vertical LR и Vertical RL были в интеропе 2023, то есть, по идее, все должны были с этим справиться, наверное. В интеропе не было конкретно про формы. Насколько я понимаю, это просто поддержка кросс-браузерной вот этих всех направлений. Ну, вообще у форм вообще неплохая прям поддержка. Safari и Firefox прямо сейчас поддерживают, а хромовские будут вот-вот. Сейчас они пока что там ограниченно поддерживают. Так что, видимо, прям хорошая какая-то работа ведется всеми командами одновременно. Окей. Ну, вот тут, знаете, тогда вот вам какой переход, да. Но есть вещи, которые не поддерживаются так же хорошо всеми командами браузерными. Представляете, 10 лет прошло с поста в блоге WebKit о том, что они внедрили JIT-компиляцию для CSS, для того, чтобы ускорять в особенности сложные комбинированные селекторы, чтобы они быстрее отрабатывали. И вот за эти 10 лет просто в X кто-то написал, я тоже обратил внимание, что 10 лет прошло, а это единственный JIT-компайлер для CSS в браузерах. И удивительно, почему так? Ну, на самом деле, получается, что мы всегда думали про JIT как числительную джиоскриптовую вещь, потому что там реально большие кодовые базы, и их нужно как-то побыстрее исполнять. Видимо, компиляция, нативный код ускоряет их прям здорово, JS, а про CSS никто так никогда не думал. И вот все даже забыли, что Safari действительно это сделал в 2014 году. Но если посмотреть доклады про CSS Performance, я скину парочку докладов. От Microsoft был, от... Кто же там еще рассказывал этот доклад на CSS Day в прошлом или позапрошлом году? Был тоже хороший. И получается, что там есть моменты, когда браузеры не просто идут, типа, селектор, погнали, селектор, погнали. А там есть разные оптимизации, которые позволяют ускорять эти селекторы. Но они не являются непосредственно JIT-компиляцией всего этого кода, там, во что-то такое. К чему я веду? Что у разных браузеров нет такого, что, типа, браузеры 10 лет, не знаю, там, Firefox и Chrome 10 лет не могут поддержать JIT-компиляцию CSS. Когда же они наконец-то за это возьмутся? Им не нужно. Типа, игнорировали производительность, но на самом деле нет. Да, 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 да. Им не нужно, потому что они по-другому оптимизируют CSS. И JIT — это не единственный способ оптимизировать что-либо. Это один из трюков. Иногда он работает, иногда нет. Вот Safari сделали ставку на JIT-компиляцию CSS-селекторов, чтобы они быстро работали. Другим браузерам это не нужно, потому что перформанс селекторов CSS-ных у них сравнимый, а может быть, даже лучше, но просто у них другая архитектура, другие подходы. Я вспоминаю эти доклады, там какая-то адская математика, там есть какие-то там допущения, некоторые вещи ищутся сначала очень глупо, скажем так, чтобы сделать максимально быстро, а потом на последнем этапе начинается более тонкий подбор. Ну, то есть там есть разные алгоритмы, которые позволяют это делать эффективно. И на самом деле давно уже принято говорить, что перформанс CSS-лекторов ни на что не влияет, но все равно, вот учитывая все современные там хэзы, всякие более сложные селекторы, связанные с, там, не знаю, с каскадными слоями, со всякими такими штуками, нужно более что-то, более сложно пересчитывать. Мы еще про вью-трансижн и потом поговорим. CSS усложняется. Возможно, уже все-таки можно написать плохие CSS-селекторы, которые прям повлияют на перформанс. Не, ну можно всегда объемом же заобьюзить эту систему. Ну, конечно. Напиши 5000 селекторов, и уже будет тяжело. Да, другой вопрос, что селекторы стали более плоскими, да, то есть меньше комбинированных каких-то селекторов и так далее. То есть упрощают использование селекторов. Но, тем не менее, у нас появляются новые вещи, вот, связанные с ad-rulами всякими разными, различными, да, которые нужно вычислять. Это и те же самые скопы, которые только-только вышли. Да, это все будет влиять на производительность CSS-а. Ну, на самом деле, вот то, что 10 лет назад JIT-компиляцию добавили в WebKit, на это вообще никак не повлияет, потому что даже там это не, речь была не про то, что они используют его везде, а они как раз-таки определяют те места, которые можно производительнее использовать с помощью JIT-а, и там точечно это применяют. Вот, то есть это не то, что там весь CSS. Ну, интересно, просто кто-то обратил внимание, неплохо такие делать вырезки, да, что 10 лет прошло, да, представляете, но все другие браузеры нашли другие способы, чтобы оптимизировать CSS. И что еще Apple сделал на этой неделе? Они как будто бы, да, 2024 год, а мы говорим, представляете, Apple завели YouTube-канал. Ну, вроде как могли бы и пораньше, да, но завели и хорошо. Там довольно такое классическое оформление. Ну, кстати, молодцы ребята с точки зрения оформления своего YouTube-канала. Все по полочкам разложили, ничего лишнего нету. И для нас интересно, ну, там не только про веб, там про разные куски девелоперской экосистемы, да, Apple, но там есть отдельный плейлист про Safari, про Safari Web. И там немножко видео. Видео сделано в стиле WWDC, которые выходили. Я думаю, это как раз... А, так это хайлайты с WWDC есть. Я думаю, туда будут появляться и вот хайлайты со следующего WWDC, и, наверное, отдельные видео будут появляться. И там из интересного, то, что ребята обратили внимание, это, во-первых, есть отдельные... Не очень... Кстати, коротенькие видео, очень удобно. Видео про то, что... Как работают веб-апы, да, вот наша больная тема. Работают они или нет, но как минимум за пределами Европы они точно работают так, как Apple ожидают. Вот. И там показывается, как именно они там работают. Можете посмотреть, чтобы просто вживую увидеть не только, как это на iPhone происходит, но и как это происходит в MacOS. После каждой WWDC, или WWDC, как люди говорят, Apple выкладывает... Ну, не то чтобы очень хорошо, но все-таки выкладывает видео с разными интро про девтулы, про перформанс, про новое штаммель-контрол и про еще что-то такие. У них есть там прям вот такой жанр, коротенькие там 10-15 минут видео про новые фичи. Очень хорошо в хорошей студии, на атмосфере все это снято и прочее, прочее, прочее. И они все это выкладывают у себя на сайте. И видимость этого очень маленькая. Это сложно найти, если ты прям непосредственно не ищешь. У них нет такого, что вот типа вот плейлист со всеми видео, которые вам нужно посмотреть. Нет. Если ты закопался в документацию Apple, ты, возможно, когда-нибудь найдешь. И они плохо ссылаются, плохо маркетят это все. В общем, это огромное подспорье разработчикам. Они больше будут узнавать про WebKit, про Safari, просто потому что проще сослаться, проще посмотреть, проще добавить, посмотреть попозже, а не прямо сейчас на эту статью, смотреть там 10-15 минутное видео. Это огромный, огромный плюс того, что они сделали. Мы тоже наконец перестанем пропускать эти видео, потому что я тут же подписался на этот канал. Я, конечно, буду фильтровать всю информацию про Apple Vision и прочие всякие хардварные штуки, потому что мне это неинтересно, ну, другие платформы. Но если будет видео про WebKit, я, конечно же, не буду их пропускать и буду наконец-то смотреть. Потому что раньше смотрел только когда мне приходилось разбираться. И молодцы они. У них на самом деле тоже было большое событие, когда они запустили просто канал Apple на YouTube и начали на YouTube стримить свои эти WDC. Это случилось там, не знаю, лет 5 назад, что-то типа того. Тоже было большое событие. И вот наконец-то пришли Apple Developers. Слава богу, они развиваются в эту сторону тоже. Вы обязательно подписывайтесь, ну, или мы будем приносить вам эти видео тоже. Ну, я вам советую посмотреть, если вам интересно. Вот ты с точки зрения хардварной, да, сказал, что Vision Pro неинтересен, но с точки зрения вебовской, да, то, как... Я еще раньше об этом говорил, да, то, как Safari там работает, это супер будет интересно. Там есть отдельное такое introduction-видео про, как работает веб и Safari внутри VR-а. И там очень много деталей таких, да, интересных, потому что там как раз рассказывают, как нужно готовить сайты для того, чтобы они адекватно в такой новой реальности воспринимались. То есть там от того, что как именно у вас происходят клики, ховеры, да, то есть типа когда у вас события загораются, да, потому что тут-то вы рукой все это делается, да, а как это все в JS, как события происходят, попадают, да, потому что там те же самые есть, типа, начало события, движение вашего курсора, да, который вы двигаете рукой, по сути, когда он заканчивается, когда у вас клик нажимается, и как это все, в какие эвенты у вас это приходит в JavaScript. Опять же, поднимается тема про CSS-пиксели, да, потому что, прикиньте, у нас снова проблема в том, что у нас не настоящие пиксели, они же у вас перед глазами, и они могут совершенно, ну, по-другому выглядеть, вы можете к ним подойти ближе, подойти подальше, и, соответственно, все вот медиа-выражения, все, весь там расчет в пикселях, он должен учитывать это, если вы делаете сайт под это. Ну, учитывая, что я не знаю ни одного человека, который пока делает сайты под Vision Pro, более того, я не знаю ни одного человека, который владеет этим устройством, я ни разу его не увидел в руках у кого-то, даже не видел на расстоянии, не знаю, 200 метров у кого-то этот девайс, то в целом это, конечно, научная фантастика, все здорово, классно, но как бы зачем? А я, видишь, а я уже видел, во-первых, а во-вторых, мне нравится здесь то, что... В кино? А, не, не, ну, в живую. Мне нравится здесь то, что, ну, понятное дело, мы только на старте этого всего движения, и там гораздо интереснее про это будет говорить через два, три, четыре года, может быть, да, вот, но мне нравится, что Apple, когда сейчас подходит к браузеру внутри VR-а, он все-таки старается мэпить вещи на спецификации, все-таки на поддержку какой-то вот этого, ну, вещей общих, да, то есть чтобы не только там какие-то проприоритарные вещи, и там как раз очень хорошо раскрывается в видео вот этот тег HTML, который они, моду, добавили. Помните, мы еще это самое с вами спекулировали на то, зачем именно они это делали, типа, ну, покрутить там, может быть, в этом самом, на сайте и так далее. А оказывается, что этот элемент, вот когда вы находите в VR-е, его можно с сайта взять, к нему есть API, вы можете камерой, ну, получить камеру у этого 3D-элемента, вы можете пододвинуться к этому 3D-элементу, вы можете покрутить этот 3D-элемент, а этот 3D-элемент вставляется на ваш сайт как обычный тег HTML. То есть вроде звучит правильно и круто. И то, как они поддерживают там вот это вот новое направление WebXR, да, по-моему, спецификации, набор спецификаций. Кстати говоря, который начинал это как раз Mozilla, да, ведь была спецификация WebVR, из которой XR и произрос потом, да, и как раз ребята из Mozilla и предложили ее. И ее и дальше, по сути, команда WebKit развивает сейчас. И мне просто очень нравится, что они это делают не своими какими-то суперпроприоритарными вещами, а думают о том, как это должно жить, как должен веб-часть вот этого, их новой железки, жить. И очень круто, что они думают о том, что это должно быть вот описано спецификациями и другими игроками, и другие игроки смогут это поддержать. Ну вот, что, такие новости у меня к вам от Apple. Я знаю, что Figma тут вовсю тоже как раскручивает инфополе под свой конфиг, да, и вот были недавно новости о том, что в FIGJam AI улучшили как-то, потому что FIGJam, ведь AI в FIGJam завезли какое-то время назад, да, а тут они его как-то улучшают. Юль, что там происходит? Да, они конфигу разной активности начинают запускать потихоньку, пока так медленно и аккуратно, но, видимо, чем дальше, тем будет больше. Помните, как в прошлом году они потом игры запустили, там вот всякую другую веселую фигню. В этот раз они сделали прикольный логотип у себя на сайте конфига, который можно подергать, и запустили бетку AI в FIGJam он был в каком-то виде там, но не было такой штуки, что ты заходишь, и у тебя первое, что спрашивают, это что вы хотите сделать, прям вот напишите нам, мы все сделаем за вас. Ребята предлагают прям несколько шаблонов, которые можно попробовать, и удивительно, но они сразу показывают, что это не только для дизайнеров, и не только для того, чтобы вот делать дизайнерскую работу. Примеры у них в основном такие, ну, я бы сказала, жизненные, что ли, типа спланировать свою поездку куда-нибудь, спланировать свадьбу, спланировать продвижение в карьере, ну, в общем, такие прям суперобщие штуки, которые можно попробовать, но довольно прикольно. Юля, ты бы хотела, чтобы твою свадьбу спланировал AI? Нет, я лучше справилась. Ну, он бы мог тебе точно помочь, наверное. Наверное. Я вот его попросила сделать план выпуска подкаста, ну, такое. Не очень получилось. Но в целом прикольно, потому что он разбивает, например, вот если просишь подкаст сделать или что-то сгенерить именно контентное, то он предлагает какую-то структуру, ну, суперверхнеуровневую, не то, чтобы это что-то полезное, но он сразу же подключает набор виджетов, которые вам могут помочь с тем, чтобы нагенерить идеи для контента. Например, если просишь для подкаста, то он тебе предлагает сразу набор там всяких разных пунктов, из которых можно сделать уже дальше майндмэп, где у тебя набор прям всяких идей. Ну, то есть он чисто генерит что-то, а ты уже из этого выбираешь, что тебе нравится и что бы ты хотел дальше пообсуждать. Вот это прикольная штука. Сами эти майндмэпы сейчас, ну, пока такие, не очень понятные. И не очень понятно, как туда прокинуть контекст, из чего он вообще берет. Потому что, например, Notion берется со страницы, на которой ты находишься. И с родительской страницы, если она есть. Поэтому там в целом они как-то с этим научились работать. FigJam пока что не очень умеет в это. Плюс, если у вас есть организация, и вы в организации пытаетесь попробовать эту фичу, то не получится. Потому что администраторы должны прямо вот зайти в админку и ручками нажать кнопочку, что они разрешают пользователям пользоваться AI. Это тоже такая интересная штука. Почему оно запрещено? Ай, правда. А почему они запретили? Ну, то есть, я, знаешь, понимаю, в Notion, там у тебя есть вот эти вот количество взаимодействий с AI, оно тарифицируется. Да, и ты можешь не захотеть, чтобы каждый пользовался этим, да, потому что слишком быстро лимиты съедят, например. А тут то что? Я тут даже лимитов не видел. Вот я пока что не поняла. Возможно, из-за того, что это бета, и они просто заранее знают, что они будут тарифицировать, либо что они будут считывать контекст со всего вашего проекта или организации, не знаю, чтобы, соответственно, показывать нормальные мэдмэпы. И просто заранее они это подложили себе соломку. Непонятно. Но вот сейчас, если в организации, то нужно зайти прямо в админку, нажать ручками «Включите мне AI», и тогда он появится. Пока без него будет просто обычный фигджем, где, ну, просто чистый конвас с обычными темплейтами. Интересно, когда мы уже в самой фигме что-то будем с ИИМ связанное видеть? Мне кажется, знаем на конфиге. Ты думаешь, они как раз приберегают, да? Ну, мне кажется, пора уже. А еще нет сайтов фигма-румор или типа того, где люди раскапывают исходники и пытаются найти там какие-то штуки, потому что им ведь нужно внедрить что-то сначала, а потом анонсировать, можно уже где-то в исходниках поковыряться и найти айдишники новых фич. Такой сайт есть, называется X. А, X, я понял. Окей, окей. А скоро конфиг вообще будет? В конце июня. Он будет в Сан-Франциско. Понятно. У нас летом будет WDC сначала обсуждать, значит, потом конфиг обсуждать. Перед этим где-то должен быть Google I.O., да, ведь куда-то туда. Где-то в мае. В мае должен быть, да. А Mozilla не проводит каких-то вот таких классных событий? Да у нас все в Open Source, у нас все видно. Нет, ну, нет, на самом деле есть разные стратегии. Некоторые компании ждут больших анонсов, а некоторые компании просто выкладывают регулярно что-то. Они одинаково хорошо и плохо работают в зависимости от того, как на это посмотреть. Мне лично больше нравится, когда компания раз в 4 недели что-нибудь клевое выкладывает, вместо того, чтобы целый год что-то разрабатывать, потом выложить и понять, что это никому не нужно. То есть я помню свой опыт работы в компании Opera, которая на своем дышке Press раз в год ближе к осени делала офигительный релиз. И новая версия Opera, не знаю, там Opera 9 выходила. И журналисты приезжали в штаб-квартиру в Осло, там устраивали, не знаю, фаер-шоу и всякие экскурсии по фьордам. И в итоге, не знаю, через полгода эту фичу убирали из браузера, потому что ей никто не пользуется. Ну, что-то типа того. И это выглядело очень-очень мощно, очень Apple-like. Это работало как способ пошуметь про браузер, но не работало с точки зрения развития продукта, к сожалению. Ну, оно не работало, если ты себя вот ограничиваешь с точки зрения релизов, да. Потому что мы же видим, да, что Chrome-то релизится и постоянно рассказывает про новые вещи. Тем не менее, на Google IEA они иногда приносят. Не, кстати, не на каждый Google IEA, да, но они иногда приносят какие-то вещи. Те же самые, по-моему, PVA, они же на Google IEA запускали, рассказывали первый раз. Ну, ладно, да, мы про Google тут говорим, ведь Chrome-то новый релизился, хоть Никиты-то и нету. Ну, релизился Chrome в прошлом эпизоде, собственно, 123-й. А тут у нас есть бета, и не успели они к эпизоду веб-стандартов. Ну, как, знаете, вот как наши слушатели не успевают вопрос задать к записи, вот Google тоже не успел выпустить бету, а так бы Никиту и рассказал. Но не расскажет Никита, расскажу я. В общем, бета вышла, 124-й Chrome, там много всяких интересных подробностей, там очень-очень много всего. он такой без картинок, без текста, так себе, в общем, просто такой change-log в каком-то там markdown-файле в репозитории. У меня такое от него ощущение. Но в целом, если вы любите ковыряться в таком, вы себе что-нибудь полезное найдете. Ну, вот я нашел интересного. Во-первых, мы получили те самые атрибуты, про которые мы уже говорили, что email-ные, writing suggestions, мы их обсуждали в прошлом или позапрошлом эпизоде. Это когда браузеры, видя атрибут на текстаре какой-нибудь, добавляют suggestion или нет. Ну, то есть, допустим, когда вы, не знаю, в Gmail-е пишете письмо, он вам следующие слова подсказывает. Или он вам подсказывает на браузерном уровне, например, из операционной системы что-то. Это два разных процесса, и если вам браузер или операционная система что-то подсказывает, а вы сами в виде расширения или в виде сайта хотите что-то подсказывать пользователю, вы можете этот атрибут установить, и браузер, и операционная система вам перестанут это делать, и вы тогда сможете условную подсказки от внешних источников заменить своими источниками. Это дополнительный контрол, потому что появились действительно такие возможности у сайтов что-нибудь генеративно подсказывать вам, что там используя AI или не используя, но что-нибудь такое в интерфейсах постоянно происходит, и этот атрибут выглядит довольно полезно. По-моему, Microsoft их предложил. Знаете, историю я вам расскажу, потому что даже атрибуты появляются с этим связанные, но до этого времени я все время думал, вот есть же нативное, когда ты пишешь что-то на iOS, например, подсказка, слов, которым нужно закончить, и на Android'е такое же есть, да, это в веб-интерфейсах в том числе присутствует. Я все думал, кто этим пользуется, ну, потому что мне проще написать на клавиатуре, ну, дописать, да, чем как бы сканировать три предложенных варианта, ну, на iOS, по крайней мере, я на Android'е не знаю сколько, чем тыкнуть туда. И тут, знаете, что я вижу? Я вижу, как моя дочка, семи лет, на своем телефоне переписывается там с бабушкой в WhatsApp'е. И знаете, как она набирает текст? Она вот умеет уже писать, но она поняла, что ей проще всего тыкать просто в эти слова, и она набирает полностью, абсолютно весь текст того, что она хочет, с помощью саджестов. И у нее это идеально получается, и ей ок. Я прям почувствую в этот момент себя каким-то старым, что типа мне проще на клавиатуре набрать, а вот есть люди, которые за счет саджестов полностью управляют всем. Ну да, я иногда, когда вижу какое-нибудь большое сложное слово, которое я уже так собрался написать, я тоже тыкаю в саджест. Или когда я вижу, что Gmail какой-нибудь мне предлагает что-нибудь такое адекватное тому, что я действительно хотел сказать, я этим пользуюсь. Но там 50 на 50. Насколько я понимаю, вряд ли этот атрибут повлияет, когда Safari внедрит его, например, вряд ли он повлияет на то, что над клавиатурой появляется. А вот то, что прямо внутри текста появляется, скорее всего, влиять будет. А почему не повлияет? У нас же есть автофил, которым мы блокируем, например, возможность автофила. Ну хотя да. Но надо посмотреть на конкретные имплементации на уровне операционных систем. Но вообще, идея такая, да, обсуждали уже writing suggestions, слушайте в предыдущих эпизодах, но если коротко, должно быть полезно. Что еще? По-моему, Firefox 1 это внедрил. Я не знаю, наверное, где-то обсудили в CSS Working Group или где-нибудь рядышком. Если раньше добавить атрибут tabindex на какой-нибудь control, у которого есть прокрутка, например, у вас, не знаю, набор карточек есть или пример кода на странице, и он не помещается во всю ширину колонки, и появляется горизонтальная прокрутка, да? Так вот, если раньше добавить к этому атрибут tabindex, был такой паттерн, про него в статейке писали, то при фокусе на этот, он становился фокусабельным, этот ваш контейнер scrollable, и можно было стрелочками прокручивать и так далее. То есть, контейнер становился доступным с клавиатуры. То есть, вы могли посмотреть, что там за прокруткой, горизонтальной или вертикальной. Так вот, теперь все контейнеры, у которых есть прокрутка, фокусабельные. Firefox это внедрил первым, потом в Safari, по-моему, внедрил, сейчас вот Chrome тоже внедряет в бете. Если у контейнера есть прокрутка, на него можно перейти с клавиатуры, он становится сразу фокусабельным, он становится интерактивным элементом, потому что, ну, он на самом деле интерактивный, в смысле, на него можно попасть и прокрутить. Это хорошо. Я вот только сейчас понял, я не знаю, это чисто Chrome придумал, и остальные браузеры тоже делают. Если внутри контейнера есть интерактивные элементы, он перестает быть таким, потому что, условно, картинки, которые являются ссылками, по-моему, контейнер перестанет быть фокусабельным. Но это плюс, наверное, в том, что вы и так сможете с клавиатуры пройтись по этим интерактивным элементам, потому что они внутри есть. Это связано с тем, что, насколько я понимаю, что внутри интерактивного элемента других интерактивных элементов быть не должно. Но так работают интерфейсы, что это неудобно, это сложно, и если у вас в контейнере две ссылки завернуты, эти ссылки вообще выскочат друг из друга. Но даже без этого нельзя делать два интерактивных элемента, вложенных друг в друга. Это проблематично. Так что браузеры это поведение все-таки включают, выключают автоматически вот на основе такого исключения. Если есть внутри ссылки вашего контейнера, по которому прокручиваются, это не случится. Но, понимая это исключение, мне кажется, все равно можно сделать хорошие интерфейсы. и я уже замечал за собой, что я периодически попадаю на какие-то блоки кода с прокруткой, и иногда клавиатура ближе, чем мышка, и я фокус-фокус-фокус и оказался на блоке с кодом и стрелочками прокручиваю его. В общем, это бывает полезно не только с точки зрения доступных интерфейсов, а в принципе интерфейсов. Мне кажется, хорошо знать, что можно попасть на контейнер какой-то и прокрутить его стрелочками. Хорошее поведение и теперь еще и кросс-браузерное. Chrome тоже все это внедрил. Еще из интересного мне бросилось в глаза рендер-блокинг декларативный в HTML, по сути. То есть вы можете сказать, сейчас сложно, что если у вас на странице есть какой-то элемент, которого пока нет, он пока не доехал, не отрендерился, в общем, вы его ждете. Вы можете сказать, чтобы браузер не рендерил страницу. То есть пока что там, ну, допустим, HTML у нас стримится. И, допустим, если у вас приехала уже шапка документа, браузер уже может ее нарисовать, если PCS у вас приехал и все остальное. Если у вас футер пока все еще доезжает с сервера, потому что сервер медленно отвечает или потому что у вас очень большие документы, браузер уже может отрендерить, не знаю, чуть ли не первый экран, а все остальное потихонечку будет доезжать вместе со HTML. Страница из-за этого не сильно двигается, вроде бы как обычно, потому что это все-таки не табличная раскладка. Господи, вспомнил. И это нормальная ситуация. Но если вам нужно дождаться какого-то элемента, вы можете добавить link real expect и в хрефе указать айдишник элемента, которого вы ждете. Не стоит туда, наверное, добавлять футер, но если вы реально ждете какого-то элемента и без него рендеринг всей страницы особо не имеет смысла, браузер как будто бы, это надо, конечно же, проверять, это дико интересно, дождется, пока этот элемент приедет с сервера вот в стриминге HTML. А если вы рендерите все это еще на JavaScript и, соответственно, вы ждете с сервера какой-то ручки, которая вам какой-то JSON-ин у отдаст, и вы тогда что-то нарисуете, видимо, и в этом моменте браузер дождется. Короче, надо разбираться, в какой момент это работает, изначального рендеринга или уже после, когда всю страницу нарисовали. Хотя, как ее нарисовать, если все-таки это рендеринг? Ну да, это изначальный рендеринг всегда, да, 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 да. Да, ты не можешь ее еще нарисовать. А тут вот про JS тоже хороший вопрос. Он же JS-то исполнять пока что не будет. Он же его пропарсить, он разве его должен... Дома-то нету? Да, это вообще. Никого нет дома. Да, это действительно, это действительно штука, вообще не связанная с JS. Это именно про рендеринг и доезжание какого-то ID-шника сервера. Ну вот тут как-то в абзацах написано, что это особенно важно для Vue Transition, и мы, как я понимаю, про них еще поговорим. Но мне очень интересно, тут как-то очень скупо по информации. А это, ты не знаешь, ну вдруг знаешь, это какая-то, ну, описанная в спецификации поведения вот этого появления Real Expect, или это сейчас пока какое-то предложение, да, первое, как это может... Возможно, это вообще из Vue Transition все выросло как способ закрыть какую-то вот проблему, да, которая с Vue Transition приехала. Но просто сама по себе история, что это же один из первых, по-моему, способов, когда нам дают возможность декларативно сказать, что мне нужен какой-то контент и дать возможность декларативно управлять рендерингом. Но вообще эта штука должна где-то там обсуждаться в рамках VATVG, поэтому надо поискать, где они это делают. Ну, это точно не фантазия, потому что это уже внедрение на уровне беты, без флагов берешь, без Origin of Trials, без всего. Соответственно, это должно где-то было обсуждаться. Они не дали ссылку на обсуждение, но я найду. Тут ведь, видишь, интересно, что и ты используешь хрев, почему-то индификатор используется, да, почему только по ID-шнику это делать, нельзя ли это иначе делать, да, то есть на самом деле очень много вопросов, типа, знаешь, почему именно так? Наверняка есть объяснение этому всему, и вот его очень интересно увидеть. А надо будет потом, и правда, поискать и погрузиться в это. Потому что, ну, интересное поведение. Интересное. Ну, в общем, что-то новое надо действительно пробовать, как это работает. И, опять же, учитывая, что браузеры немножко по-разному все это рендерит, рисуют, ну, то есть у них есть какая-то стандартизация в этом смысле на уровне спеки описанная, но все равно есть отличия тоже. Интересно посмотреть, как это разные браузеры внедрят. Ну, плюс, тут важно понимать, что это прогрессивное улучшение, то есть если у вас браузер что-то такое не поддерживает, страница все равно должна отрендериться нормально. Ну, и, как ты уже упоминал, скорее всего, драйвера этого всего, действительно, View Transitions, мы чуть дальше поговорим. Кстати, про View Transitions у них появилось событие PageSwap. Мы про него чуть позже, опять же, поговорим. Оно происходит, когда View Transitions срабатывают на уровне одностраничных приложений или просто сайтов, когда навигация происходит между двумя документами. Ну, в общем, сейчас дойдем до этой темы и разберемся, как там все работает. В общем, в этом релизе, судя по всему, они готовятся к тому, чтобы внедрить View Transitions, которые работают не через JavaScript, а просто при переходе между документами, то есть декларативный для Multi-Page Applications, MPA. Что еще интересного? Я некоторые вещи пропускаю, потому что у меня что-то там не зажглось в сердечке, поэтому, ребята, если вы видите что-то интересное, говорите. Но вот насчет чего у меня зажглось. Заголовок появился, точнее, Client Hint интересный, который отправляет на ваш сервер форм-фактор вашего устройства. То есть SexyHua форм-фактор Client Hint он может вашему бэкэнду сказать у вас десктоп, автомобиль, мобилка, планшет, XR девайс, ну то есть какой-то там виртуальный что-нибудь там, шлем какой-то типа того, и инк, ну то есть читалка какая-то с электронными чернилами или часы. То есть у них есть семь разных типов устройств, возможно, будет больше, этот список будет расширяться и интересный. Причем он не говорит про размеры экрана, он не говорит про плотность пикселей или еще что-то такое, он подсказывает типа это какой форм-фактор. И в теории в ответ на это вы можете вернуть соответствующую версию там десктопную, мобильную и так далее. То есть вам не нужно держать, идеально вам не нужно будет держать огромный список юзер-агентов и пытаться догадаться, браузер что-то эмулировал или не эмулировал. Но что самое интересное, я очень надеюсь, что в браузерах появится возможность форсить, типа когда ты запрашиваешь десктопную версию в каком-нибудь мобильном браузере, ну потому что мобильный плохо рендерится или разработчик перепутал что-то по твоему юзер-агенту, я надеюсь, что эти форм-факторы тоже будут обновляться и доходить на сервер вот такие вот обновленные. Я в таких штуках только переживаю за одну вещь. Эта случайная история в фирт-пате не прорастает, потому что я бы не хотел, чтобы этот, я не помню, как это работает, но я бы не хотел, чтобы в фирт-пате, ну любой JS, мы же говорим, что это любой ассет, который ты подключаешь, в том числе не со своего домена, имеет доступ к тому, чтобы получить какое-то окружение, которое у тебя есть в браузере. И, наверное, я бы не хотел, чтобы оно туда прорастало, потому что, ну это же опять про фингерплинтинг и все остальное. Вот я просто не помню, как работают клайн-хинты, но если они работают только в текущем оригине, то как бы окей, классно. Если оно экспозится дальше и для фирт-пате, тут, конечно, это не очень хорошо и надо будет смотреть, можно ли это запрещать или нет. Но предполагаю, если это современная штука, все-таки фирт-пате оно не должно прорастать. Ну и наверняка оно работает только по HTTPS и наверняка оно работает только к текущему оригину. Да, я бы такого тоже от них ожидал. Это кажется, кажется вполне симпологичным, потому что дополнительно в список и того, что и так уже можно фингерпринтить, не хочется добавлять еще одну штуку. Мы уже обсуждали SVG-шные атрибуты контекст-фил и контекст-строк, чтобы можно было в зависимости, используя use или маркер, получать контекстные, собственно, заливки или рамки внутри SVG. Довольно полезная штука, если вы делаете вот именно вот такое вот так называемое, ну что-то вроде символов внутри SVG. По-моему, мы обсуждали в рамках Firefox, теперь это Chrome поддерживает. Не факт, что это опять же интероп, возможно, просто на уровне спеки обсудили и все решили внедрить. Там есть некоторые деприкейшены, разные, старые, всякие, ивенты для мутаций дома, которые Mutation Observer заменил. Там есть window placement, алиас для permission. В общем, если вы что-то подобное использовали, почитайте, потому что бывает такое, что вы в виде прогрессивного улучшения что-то себе внедрили, чтобы типа работа пользователей в Chrome на вашем сервисе была лучше, потому что вы добавили поддержку какого-то нового классного API. А Chrome иногда такой, ну знаете, мы этот API переименовали, потому что обсудили с другими браузерами и хотели, чтобы эта штука работала по-другому, по-другому называлась и так далее. И в какой-то момент это прогрессивное улучшение может перестать работать, потому что Chrome выпилил именно вот старый псевдоним, потому что они посчитали, что это возможно, потому что, не знаю, использования было мало. Поэтому вот релизноуты стабильного хрома не всегда полезно читать, потому что там такого просто нет. А вот релизноуты беты, вот если вот как бы вас серьезными делами занимаетесь, они просто такие, типа, ой, а что там нового интересного в Chrome? Если вот прям у вас сервис, если у вас есть фичи, если, ну ладно, я бы так сказал. Если у вас не так много времени читаете релизы стабильного хрома, вы хотя бы что-то будете узнавать. Если у вас больше времени, релизноуты беты, а лучше еще и канарейки, а лучше еще и подпишитесь на всех деврелов хрома и всех остальных браузеров, потому что как бы очень важно информацию ловить. Ну или нас слушайте, тоже мы полезные вещи приносим. В общем, это хром бета. Ребята, вас что-нибудь зацепило или двигаем дальше? Я бы двигал дальше, у меня тут просто не совсем новость, ну как это новость, это же все-таки хром 122, но тут в блоге V8 ребята как раз поделились, что они пропосл, который был связан с итератором helpers в ECMAScript, да, мы говорили, что он, мы раньше говорили, что его добавляют, что он уже перешел на стейдж 3, и пора его имплементировать, и хром в 122 его имплементировал, и тут после этого всего времени, когда мы обсуждаем уже 124 бету, на V8 вышла статейка о том, как это работает и почему. Я просто напомню на всякий случай, и у меня будет один вопрос, Вадим, к тебе, почему на МДНе до сих пор это написано как экспериментальная технология? Ну, ты же понимаешь, теперь есть кому задавать такие вопросы. вот пристал, ну. Ну, конечно, ну, я буду твоим самым этим самопочитаемым, этим человеком, который не даст тебе спокойно спать. Короче, напомню, да, что, что такое iterator helpers, это нам добавили разные методы для работы со списками, которые не находятся там в прототипе массива, которые находятся в прототипе итератора, и которые как-то вот так уж вышло, да, что все методы массива, хоть мы и хотим их применять для этих итераторов, они не работают. Напомню, что такое, что не является массивом. Да, это node-листы, которые мы получаем из query selector all, это мэпы, это сеты, и всякая разная другая итерируемая вещь, но которая не является массивом. И у нас вот всегда были проблемы, что нам надо сначала конвертнуть это в что-то похожее на массив и уже использовать методы. Поэтому, ну, казалось бы, глупость, да, полная, но мы делаем абсолютно техническую вещь в коде для того, чтобы итерировать то, что должно итерироваться. И, наконец-то, добавили для итератора, то есть для объекта, который наследует все итераторы, да, то есть node-лист, это итератор, это set-мэпы, они тоже все итераторы добавили методы для работы с, ну, по сути, для перебора, да, это for each, map, reduce, filter, sum, every, find, flatmap, take, drop и дополнительные вещи, которые позволяют нам привести итератор к массиву, to array, и которые позволяют, наоборот, привести что-то, какой-то объект к итератору, да, итератор.from. Оно появилось в v8.12.2, соответственно, это Chrome 122, и вот очень, во-первых, ждем в других браузерах, потому что в Firefox и в Safari этого еще пока нету, есть ощущение, что это не очень сложная вещь для имплементации в браузер, поэтому очень-очень ждем, вот, ну и самое главное, ждем это в Node.js, потому что там-то еще больше может быть итерируемых объектов, в отличие от веба, да, для которых бы хотелось бы каких-то альтернативных способов ходить по этим объектам, вот, а не использовать всякие разные библиотеки, которых полно в NPM, которые мы все с вами наверняка подключаем, ну, либо у каждого есть какие-то свои утилитарные хелперы, которые помогают ходить по этим объектам, поэтому, ну да, единственное, что в Node.js, в текущем, в 21-м, там до сих пор v8.11.8, то есть, я не знаю, насколько, в какой момент они перейдут на 12.2, то есть, это точно не в текущем LTS, но в следующий LTS, я думаю, оно попадет примерно вот так вот. Отвечаю на этот вопрос про MDN, итераторы, хелперы и вообще вся информация про поддержку браузеров, экспериментальное что-то или неэкспериментальное, оно берется из базы данных, так называемый браузер-компат-дейта, и обычно, когда браузеры что-то внедряют, они заходят в этот браузер-компат-дейта, или просят других людей это сделать, а деврелы, там, конкретного браузера или подрядчики, которых они нанимают, и обновить эти данные. И вот есть итератор JSON в браузер-компат-дейте, прям вот файлик, и там написано статус экспериментал true, и если туда зайти и написать экспериментал false, оно перестанет на MDN и быть экспериментальным. В частности, поддержкой браузер-компат-дейта занимаются команды MDN, и так что я этот вопрос подниму, но это не только... То есть невозможно все браузерные фичи приносить, и условно мы ждем от браузерных вендоров, от Safari, от Chrome, от Edge, собственно, от Firefox тоже, ну, мы, собственно, Firefox в этом помогаем, как команда MDN, чтобы они приходили и обновляли, потому что, ну, хочется, чтобы все это было адекватно и up-to-date. Да, мне причем кажется, знаешь, что они пришли, они же написали, что в 122-ом в Chrome Edge релиз произошел, то есть типа галочка full support у каждой фичи в MDN это прописано, здесь все окей, там, да, проблема в том, что они экспериментальный флаг почему-то не убрали, хотя, по идее, если это stage 3, это точно должно быть в ES 2024, по идее, это не должно считаться экспериментальным флагом, но, может быть, они ждут вот этого, знаешь, какого-то формализма, да, что типа ES 2024 должен зарелизиться с этим, и тогда это не эксперимент, но натянутый, я считаю, звучит, мне кажется, что правда просто флаг забыли поменять, но вот, я как этот сознательный гражданин заметил и обращает ваше внимание. На самом деле можно зайти в issue Browser Compat Data, вот если вам, слушатели наши дорогие, интересно задать этот вопрос, или, Леша, тебе, прям вот есть репозиторий, MDN, Browser Compat Data, там можно завести issue и сказать, здравствуйте, а почему итераторы, некоторые итераторы, не все внутри этого JS1 файла помечены как experimental true, хотя они на каком-то стейдже, то есть для этого нужен либо очень простой перевод где-то там Google Translate, либо базовое знание английского языка, вы можете задать этот вопрос, и вам придут и ответят, Леша, задай вопрос, или кто-нибудь там, кого зовут не Леша, даже зовут Леша, но другой Леша, зайдите, задайте этот вопрос, мне кажется, это может быть очень интересным способом погрузиться в это все, и вам придут майндейнеры и расскажут. Browser Compat Data довольно сложный проект, я прежде чем в него захожу и к contribute, но там огромное количество правил, нюансов и так далее, то есть, грубо говоря, я сейчас как бы из головы вам сходу не скажу, достаточно ли эта фича развелась, чтобы снять экспериментальный флаг с нее, потому что нужно сходить в документацию и прочитать, какие критерии должны соблюстись, чтобы этот флаг снять, и сходу приходить и говорить, снимите флаг или отправить полреквест, я не буду, проект сложный. Принято. Фу, оправдался, сейчас подышу немножко. Ревью пройдено. Да, ну ладно, ладно, давай тогда от браузерных новостей снова к что-нибудь такому дизайнерскому, юишному что ли, или юиксному, или... Юль, куда ты нас уведешь? Хороший вопрос. Я не знаю. Но куда-то в сторону гридов. Кристин Валюр написала довольно прикольную статью. Она называется «Почему дизайнеры должны понимать фликсбоксы и гриды?» Но можно в целом опустить весь этот заголовок, потому что на самом деле эта статейка подойдет для всех, кто хочет понимать, в чем разница, собственно, между тем, чем мы раньше занимались, когда у нас была несколько колоночная система, и тем, чем мы сейчас занимаемся, когда у нас есть фликсбоксы, гриды, и у нас были сложные сетки. Это не значит, что были раньше статичные сетки, а сейчас классные. Они и тогда тоже были не статичными. Здесь скорее про принцип, как мы начинали с этим работать, и в чем вообще был прикол, и почему нужно уже сейчас как бы переходить к новым гридам и к фликсбоксам и более таким адаптивным моделям. Статейка не про код, хотя там есть кодпеновские вставки, но он вообще не про код, это все дело. Здесь скорее именно как посмотреть на сетки, которые были раньше, как сейчас можно перестроить и перепонять, как это работает. Поэтому здесь не только для дизайнеров подойдет, еще, мне кажется, для разработчиков-новичков, которые пришли работать, чтобы опять же понимать как это, почему так. Для тех, кто читал старые книжки, где как раз учили сеткам, чаще всего все-таки нас начально учат на книжных сетках. Книжные сетки не такие уж адаптивные, не такие классные, поэтому тоже довольно полезно будет посмотреть. Плюс также всем тем людям, которые занимались вебом когда-то, лет 15 назад или может еще дальше, потом у них был какой-то перерывчик, ушли в отпуск на непределенный срок и сейчас вернулись и не понимают, что происходит. Поэтому очень советую, картиночек много, много текста, но практически нету кода. А вы знаете, удивительное, что я вот сначала решил не нести это, а ты сейчас заговорил про то, что пора уже думать другими гридами и так далее, и так далее. Джин Симмон сегодня написал у себя в Мастодоне, что, представляете, семь лет прошло, сегодня юбилей, семилетний, когда все четыре браузера зашипели CSS-гриды. Серьезно? Семь лет уже? Да. Хотите почувствовать себя старым? Гридам уже семь лет. Да-да-да. А знаешь, что она дальше рассказывает? Представляете, что семь лет это какая-то магическая цифра, потому что до этого, до CSS-гридов, мы, был этап эпохи, у нас как будто бы семилетние эпохи, HTML-таблицами для раскладок пользовались семь лет. Этим самым фиксит шириной лояуты с помощью CSS-а, то есть, ну, когда мы дивы ширину указывали с инлайн-блоками, видимо, этим методом тоже пользовались семь лет. И что responsive лояуты с флоутами и медиа-квериями этими способами тоже после этого пользовались семь лет. У нас что, семилетки какие-то, что ли? Что это такое? У меня первый вопрос. Это что, выдуманные цифры? Вроде Джен Симмонс не замечено было за каким-то таким враньем или подмешиванием фактов. Но если у нас все по семь лет и CSS-гридам тоже семь лет, неужели это пришло время чего-то нового? Правила работают красиво до тех пор, пока они не перестают работать красиво. То же самое здесь. Я не думаю, что что-то изменится, потому что мы семилетними итерациями искали хороший способ писать раскладки, нашли, и, ну, будем гриды развивать. Не более того, там, гриды, что там у нас, саб-гриды, потом мейсонри, что еще, может быть, что-нибудь еще придумаем. Так дальше теперь Apple Vision Pro и 3D-сайты. 3D-раскладки наконец-то уже, да? А-а-а. Да, третье направление теперь, нам нужно вглубь копать. Ну, вообще удивительно, и правда, вот факт того, что CSS-гридам семь лет, семь лет не когда их придумали, а когда их зашипили во все браузеры. Это супер долго. Ребят, если вы до сих пор не освоили CSS-гриды, ну, семилетний срок вам подсказывает, что пора. Технология достаточно как прижилась, она достаточно прошла через этапы, что мы уже поняли, что это то, что надо. Уже можно. Если вы еще нет, то все, теперь поверьте, уже можно начинать изучать. Я сейчас быстренько посмотрел, у нас есть CSS-грид-лей-аут левел 2, там у нас описывается, что у нас inline-грид, values, дополнительные, что там еще, какие отличия. По-моему, это вот сапгриды как раз во втором уровне спеки. Может быть, какие-то еще дополнительные вещи описаны. А еще у нас есть гриды левел 3 уже, и это работе черновик ноября прошлого года. Там у нас есть единственное новое свойство masonry autoflow. То есть мы можем задавать, как там автоматически колонки расставляются по алгоритму вот этой плиточной раскладки masonry. и возможно в эту спеку что-то еще добавится, если мы что-нибудь нафантазируем. Насколько я понимаю, левел 4 пока нет, еще не придумали что-то добавить. В общем, есть что накидывать в третий уровень. Ну, кстати, может быть и правда, что вот следующее развитие работы с сетками, оно заключается не в том, чтобы переработать всю систему, а типа идти на уровень выше, то есть добавлять разные варианты вот этих вот механизмов раскладки, чтобы нам проще было, то есть типовые решения раскладки увязывать в какой-то отдельный режим, который мы вот как с Mansory, мы просто устанавливаем и все, он работает как нам надо. Может быть в этом и смысл. Ну, либо да, и правда у нас окружение должно поменяться, то есть какой-нибудь в AppXR, да, а как там делать раскладки, которые можно посмотреть немножко слева на них, немножко справа на них, и вот как они там должны себя вести. Мне кажется, следующие 7 лет мы будем просто придумывать, как это все протащить в графические редакторы. А что, до сих пор нет? Нет. Ну, как-то медленно, медленно, конечно, ваша отрасль двигается, очень медленно, Льюэль. Вообще ужасно. Давайте, что ли, к ним сходим как-нибудь. Я смотрю, что диврелы гугловские ходят периодически в Figma, но что-то пока что непонятно, зачем, с какой целью, потому что ничего не видно, никаких там заявлений, не знаю, анонсов, не знаю, может они, конечно, на конфиге что-то такое прям выкатят офигительно классное, пока что непонятно. Ну, иногда это все сложно делать в каких-то больших системах. Я, знаете, над чем немножко посмеялся про себя, это когда, ну, возвращаясь к теме выше, когда смотрел, как ребята из Apple'а показывают, как работает WebXR у себя в Vision Pro, они там показывали в том числе код, как они в CSS его исправляют, и у них там код CSS-ный был в Xcode. Ну, понятное дело, ребята, едят, с Дукфудингом занимаются, да, пишут веб в Xcode. И знаете что? Вот Джин Симмонс сегодня сказала, что гридам 7 лет, да, а подсветки грид-свойств в Xcode нету. Ну, вот так вот бывает тоже. CSS у нас страшно визуальный, и самое еще более визуальное, что можно сделать на CSS, это сделать красивые переходы от одного страницы на другую, и тут View Transitions продолжает тоже развиваться, вот мы обсуждали про Level 2, Level 3, Level 4 разных спек, и куда они развиваются, и вот тут тоже есть куда идти. Я на самом деле, когда только увидел первый эксперимент Chrome с View Transitions, я очень сильно ждал, что они будут работать везде и просто, и декларативно. Но этого не случилось. В общем, давайте сделаем шаг назад и вспомним, что такое View Transitions. Когда мы с одной страницы переходим на другую страницу, или вы в своем сингл-пейдже из одного, не знаю, вьюшки, в другую вьюшку переключаетесь на JavaScript, было бы классно, чтобы оно не просто было одно, стало другое, просто вот сменился, сменился кадр. Повторяюсь, речь идет и про сингл-пейджи, и про мульти-пейджи, про сайты обычные. Было бы хорошо, чтобы браузер мог перерисовать что-то. Вот, не знаю, когда вы презентацию видите на конференциях, там между слайдами разные переходы бывают. И иногда эти переходы бесят, иногда помогают понять, что происходит. На слайдах это редко случается, это нужно прям быть большим мастером и уметь классно делать переходы между слайдами. А вот на сайтах это реально может помочь. Когда мы, допустим, на мобильных браузерах ходим между страницами, мы там, не знаю, с левой, с правой части экрана там смахиваем, чтобы вперед-назад ходить. Иногда такое бывает. И это нам как бы подсказывает, что если мы смахиваем вправо, мы идем как бы назад в истории, потому что то, что было на странице, было с другой стороны. Ну, короче, есть разные способы сделать переходы между состояниями, которые будут подсказывать нам, как работает интерфейс. Или наоборот, интерфейс будет реагировать на нашу эту навигацию логичным образом. Если мы открыли картинку, то картинка становится большой на весь экран. И можно ведь добавить анимацию между вот превьюшкой картинки и большой картинкой. А если у вас это отдельная страница с карточкой товара, например, то как добавить анимацию между одной страницей и другой страницей, между двумя карточками товара? Совершенно как-то очень сложно. Даже на самом деле, если вы пишете сингл-пейдж, вам санимировать один компонент в другой компонент или в другое состояние этого же самого компонента довольно-таки сложно. А тем более, если у вас два разных компонента, и что делать? И, строго говоря, ничего особо не поделаешь. Нужно либо делать дичайшие сложные компоненты и прокидывать их логику между двумя разными состояниями и вот эти вот трансишены рисовать каким-то образом. Как их рисовать? Это нужно, собственно, какой-то фреймворк написать, туда кучу анимаций запихать внутрь. И на софтверном уровне, на нативных платформах компании решили это какими-то разными способами, но на самом деле они там просто морфят одну картинку в другую картинку. То есть, грубо говоря, когда вы кликаете на ваше приложение, на иконку вашего приложения на Android или на iOS, и у вас из иконки это приложение как будто бы как-то плавно вырастает, становится вашим приложением, что на самом деле происходит? Ваша операционная система iOS, Android, может, на Дескуте где-нибудь так работает тоже, не видел пока, берет скриншот этого приложения, предыдущего запущенного, или какой-нибудь сплэш-скрин, который там есть, он его грубо ресайзит в квадратик, а потом добавляет ему прозрачность, а потом эту прозрачность и этот квадратик вот раскорячивает в полное приложение, а потом уже начинает сверху что-то рисовать. И в процессе, пока все это происходит, у вас появляется ощущение, что это приложение прямо уже было запущено, оно было готово, и оно прямо отрендерилось там, вы просто нажали, оно такое красиво раскрылось. Короче, куча магии происходит. И в вебе такого не хватало, и в вебе такое появилось, вот, собственно, View Transitions, спека, которая описывает, как вам на JavaScript, по нужным событиям, с нужным образом, с декларативным описанием внутри CSS, с помощью CSS-анимации, с помощью всяких там новых, новых ad-rule, новых директив View Transitions, как вам это все описать. И новая классная спека появилась. Chrome на самом деле практически сразу сказал, что они работают на декларативной версии всего этого, чтобы можно было прямо в HTML, прямо в CSS, не использовать JS, описать, каким образом переходы между страницами будут случаться. Так вот, они запилили первую реализацию в Chrome и так далее, но я заметил тенденцию, что разработчики начали специально свои статические сайты отживоскриптивать. То есть, у них генерится статика, а они поверх этой статики добавляют JavaScript, чтобы эти View Transitions сделать. Но это совершенно не дело, и слава богу, сейчас Chrome развил всю эту идею до View Transitions Level 2, не лично они, но они, по крайней мере, паровоз в этом процессе, они хотят этого страшно внедрить, а все остальные браузеры не против, насколько я понимаю. Так вот, View Transitions Level 2 описывает, как это делать для мультипейдж-приложений, то есть, когда вы из одного штаммель-документа приходите в другой штаммель-документ. И что интересно, ну, то есть, это страшная визуальная штука, как я в самом начале сказал, и если мы будем словами говорить про то, как это работает, мы мало чего скажем, поэтому я вам сразу могу сходу рекомендовать открыть Chrome Canary, открыть демки, и тут Брамус, собственно, из Chrome Devrela команды написал большой трейдик в Мастодоне, где он, собственно, описал, как это все работает для мультипейджей, но и для синглпейджей тоже. Оно все будет продолжать работать точно так же. Что происходит? Браузер делает скриншот перед вашей навигацией, ну, он постоянно, видимо, эти скриншоты делает, у него все готово, или в момент вашего клика, в момент вашей навигации. И если он детектит на странице описание View Transitions директивы, там, допустим, View Transitions директива at View Transitions Navigation After, он делает этот скриншот в момент этого клика, а потом на следующей странице находит такое же описание и каким-то образом морфит между ними вот этот вот переход этой анимации, то есть происходит какая-то магия, ну, чисто визуальная магия. Внутри, конечно, все, понятное дело, вы можете описать, как это работает, вы можете сказать, какая там будет анимация. В JavaScript, как я уже сказал, есть новые события, которые там происходят. Как эти события называются, я уже забыл. Там PageSwap и еще одно событие JavaScript появляется, на которое вы можете реагировать, соответственно, что-то на вашей странице менять или каким-то образом ее подготавливать к этому View Transitions или, допустим, задавать имена этим Transitions. Да, PageSwap и PageReveal. PageSwap срабатывает на старой странице, то есть страница, типа, перед тем, как что-то с ней случится, это событие срабатывает. А PageReveal происходит на новой странице, прежде чем нарисуется первый фрейм этой новой страницы. Соответственно, вы каким-то образом можете это все понимать, что это произошло. То есть это не исключительно, не стопроцентная декларативная магия, туда есть возможность попасть через вот эти вот ручки событий. Если говорить про самую первую реализацию в Хроме, то мы получили некоторые изменения. Самая первая реализация, собственно, у меня там на сайте, сейчас в моем блогике это все было запилено через мета-элемент, в котором вы, собственно, говорили браузеру, типа, эта страница будет вью-трансишеном. Я уже даже не помню, как она выглядит, потому что я это делал давно. Сейчас это становится исключительно CSS-ным. Учитывая, что браузер не рендерит страницу, пока они не загрузят CSS, это, в принципе, нормально. То есть я почему-то думал, что страшно важно это иметь в HTML, но на самом деле, учитывая, что мы говорим про рендеринг, это вполне себе адекватно иметь в CSS, потому что браузер, не прочитав CSS, ему там рендерить особо нечего. Ну, слава богу, потому что рендерить чистый HTML без CSS так себе. Некрасиво, черные буквы на белом фоне. Так вот, этот HTML-тег можно из своего кода выбросить. Я тоже маленький рефакторинг своего view-трансишена в себя в бложике сделаю, но все пока еще по-прежнему за флагами, и я очень сильно ждал эту фичу, зашипленную во все браузеры прямо вот вчера, но все затянулось практически на год, просто потому, что обсуждали, как это будет хорошо работать, как сделать так, чтобы некоторые вещи нужно было писать более адекватно. И, например, в старой реализации, если вы, допустим, просто задавали, типа, хочу view-трансишен на всю страницу, и что-нибудь как-нибудь вот сморфится, браузер сам что-нибудь придумает, это было просто. Но если вы хотели, чтобы, допустим, шапка как-нибудь приехала сверху, а весь контент не приехал, или наоборот, шапка осталась на месте, а карточки каким-то образом заморфились между переходами, между страницами, вам приходилось каждую из этих карточек именовать и внутри процесса записать прям селектор. Вот эту карточку не трогай, вот эту карточку не трогай, вот эту карточку не трогай, вот эту карточку не трогай. Новая реализация в этом view-трансишен 2, которую они, собственно, сейчас реализуют, реализовали уже, видимо, и можно с ней поиграть, появилось такое понятие, как класс, и можно прям в скобочках вот функции... Есть такой псевдоэлемент view-трансишен, который появляется прямо внутри вашего HTML и лежит поверх вашей страницы. И, по сути, в этом псевдоэлементе происходит перерисовка, накладывание всех этих анимаций. Так вот, в этом псевдоэлементе есть функция, и туда можно указать класс вашей карточки и сказать, что с ней конкретно можно будет делать. То есть можно сказать, все, анимируй, а карточки не трогай. Или наоборот, все не анимируй, а анимируй только карточки. Это более гибкий механизм, и они, собственно, в процессе работы на дэдспеке в течение года просто отладили юзкейсы. Как сделать не просто красиво для всего, а сделать возможность, сделать хорошие исключения, сделать возможность иметь дживоскриптовые события, чтобы в этом можно было как-то, не знаю, транзишн какой-то произошел, и вам нужно запустить какую-то фичу, которая чисто дживоскриптовая. У вас есть события для этого. Это довольно-таки здорово. И получается, что вам не нужно делать сингл-пейджи, чтобы делать красивые переходы между страницами. А если у вас уже сингл-пейдж, вам не нужно писать монструозный, плохо поддерживаемый и сложный код, чтобы, собственно, эти переходы и делать. Поэтому это как бы новые гряды, это новые скруленные уголки, это новые транзишнные анимации в вебе. То есть это что-то такое большое, что повлияет на то, как мы ежедневно воспринимаем веб. Потому что я реально привык к тому, что страница просто была такой, стала другой. И у меня это не вызывает дискомфорта. Теперь у меня появятся новые переходы между страницами, которые, в принципе, я к ним привык на уровне десктопа и нативных платформ, но не привык в вебе. Но я прям к ним, кажется, уже готов. Ребята, какие у вас впечатления? Вы уже устали от переходов в интерфейс? Хотите, чтобы оно просто переключалось? Или хочется, чтобы оно было вот таким красивым, плавным и помогало, что ли? Еще не устали, потому что их почти нет. Было бы от чего уставать. Но вообще, мне кажется, ты вот перечислил, что это похоже на то, что было с гридами, транзишнами и все такое. Мне кажется, это совсем не похоже, потому что это не меняет наши подходы к тому, как мы вообще составляем страницы и делаем их, ни на дизайн, ни на разработку. И плюс нам не нужно ждать полной поддержки во всех браузерах. Мы можем сейчас уже начать использовать, и те, кто может, те увидят. Те, кто не может, у них будет обычный веб, к которому они привыкли, который был до этого. То есть для них разницы не будет. И это не то, чтобы сильно повлияет на пользователей в плане, что они такие, ну, все, я не могу пользоваться вашим сайтом, пока у вас нет вот этой классной фичи. Они все-таки, те, кто знают, знают, те, кто не знают, не знают. То есть, мне кажется, это такая, скорее, плюшечка очень приятная. Леша, тебе хочется красиво? Слушай, ну, с одной стороны, да, но просто тут вопрос, в каких местах. И я, как, знаешь, как человек, которого иногда и не только, я не только люблю такие вещи, но они меня и раздражают в разных местах, да, эта дуальность как-то играет. Мне интересно будет, насколько будет поддерживаться у этой истории Reduce Motion, да, то есть если я не хочу слишком много анимаций. Не, ну, если ты хочешь поддерживать, то это сделаешь. То есть браузер, насколько я понимаю, не будут выключать View Transitions, если ты включил эту настройку у себя. Это разработчики должны это все сделать. Но может быть реализация Safari, потому что они такие все заботливые, о пользователях будет отдельное выключение на эту тему. Вот, но да, интересно на самом деле, насколько они доработают это все с точки зрения... Короче, ты же знаешь, любой API можно использовать неверно, и можно переборщить с этим. И тут нужно... А это визуальная история, да, то есть можно постриггерить какие-то синдромы, да, у людей, которые связаны с мельтешением или еще с какой-то вещью. Насколько это будет... Или, например, у тебя просто производительности у компьютера не будет достаточной для того, чтобы FPS-ы были такими, чтобы это было плавно и хорошо. Ну, например, тот же самый Chrome просто съел всю память, да, и у него уже на скриншотинг уходит больше времени для того, чтобы вот эти View Transitions делать хорошо. Такое же тоже бывает. И к этому все равно нужно подходить осознанно, адекватно, да. Но вот эти все мои комментарии, они никакого отношения не имеют к тому, что я против этого. Нет, я очень даже за. Это очень хороший элемент, который в нужных местах будет добавлять, знаешь, такое убирание эффекта, что у тебя... То, что нам SPA добавляют, да, убирание эффекта, что у тебя сайт состоит из нескольких страниц, которые ты грузишь. Вот прям ты их видишь, грузишь. Ты привык, конечно, к этому, но ты еще и знаешь, что у тебя есть ощущение от использования нативных приложений, да, где этого нету. У тебя там может подгружаться контент, но ты пользуешься мобильным приложением. Ты как бы... Оно работает всегда. И SPA на самом деле пытается то же самое реализовывать же, да, что типа у меня только контент подгружается, а так в целом как бы сайты, как интерфейс, как сервис, он работает всегда. И те же самые анимации будут просто добавлять, усиливать этот эффект, да, что у тебя цельная история. Ну, разумеется, правильно, если их применять. Вот. Но вот я беспокоюсь пока что за неправильное применение, насколько в браузерах это будет отработано. Тут я пока не знаю, да. У меня есть тоже беспокойство, но оно связано скорее с тем, что фронтендеры тащат в рот все, что плохо лежит, и все, что похоже, все, что валяется на улице. И есть вероятность, что какие-то фреймворки, библиотеки, системы компонентов строят это по умолчанию. И нужно тебе это, не нужно. У тебя будут как бы по колену в сметане ты будешь, у тебя все интерфейсы будут такие вау. В Tailwind добавляй по дефолту и все. Да. Или в HTMX, чтобы как бы все бэкендеры были счастливы. У них анимашки появятся между страницами. Не, на самом деле, можно сделать базовую, базовый транзишн, который аффектит вообще всю страницу, который будет длиться там 0.1 секунду и будет добавлять тебе ощущение реальнее интерфейса синглпейджевого. Я когда играл с этим год назад, я скопировал какую-то демку Джейк Арчибальда, настроил там, подкрутил парочку параметров и на моем сайте отработал. То есть я реально на View Transition на своем сайте в Chrome Canary потратил, не знаю, 15 минут, скопировав готовый код. Это было клево, и это уже добавило какого-то интересного эффекта. Я постарался сделать его максимально коротким, чтобы он был удобный. Но, на мой взгляд, решение здесь должен принимать дизайнер или человек, который делает интерфейс, как бы он там себя ни называл. Если он хочет подчеркнуть, что между страницами, между отдельными элементами есть какой-то переход, ну, я говорю, скажем так, про более сложные View Transition, когда у тебя реально карточка в одном месте вырастает в шапку такую же. Более того, тут дизайны нужно рисовать так, чтобы была преемственность между экранами, чтобы ты сразу был готов. Потому что, если ты делаешь View Transition из зеленой клюквы в красный банан какой-нибудь, получается, ну, стрёмно. Я не знаю, бывает ли зеленая клюква и красный банан, но предположим, получится плохо, получится очень драная анимация, плохие цвета по пути и так далее. Нужно нарисовать, думая о том, что... Мы говорим про сложные View Transition. Когда мы говорим про простые, просто переход между страницами, чтобы шапка не двигалась, а все остальное так в жух приезжало слева, ну, можно. Но только очень коротко и очень незаметно, чтобы было легкий привкус того, что у вас классно, но ты не приходилось ждать эту штуку. Легкий фляр. На самом деле, знаешь, что еще интересно? Ну, я так не практиковал это, еще не знаю, как это работает. Интересно, проверял ли ты. Если у тебя есть анимация между двумя страницами, а ты эту страницу открываешь в новой вкладке, эти анимации не работают? Ну да, они не должны. Подожди, если в этой текущей вкладке ничего не происходит, ничего не происходит. Нет, ты по ссылке кликаешь, но кликаешь с командой. Но если ты с командой кликаешь, она открывается, по-моему, в фоновой вкладке? Ну, неважно. Да, в фоновой вкладке оно там происходит или нет, ты просто не узнаешь? Ну, то есть оно происходит именно в загруженной новой странице, да, а не в старой. На старой нечего рисовать. Сомневаюсь, что браузеры будут делать лишнюю работу. Ну да, мне главное интересовало, не будет ли вот этого такого, знаешь, оборванного эффекта, что ты как будто бы страницу в новой вкладке открыл, а он такой, такой, ой, какую-то анимацию надо было сделать, и такой хоп-хоп, и ничего не вышло. Но по идее, это просто отрезаться должно в этом случае. Ну да, да, я такого ожидаю. Ты же эту ссылку можешь дать кому-то, да, где-нибудь в мессенджерах, он ее откроет, там же тоже не должно быть этой анимации. По идее, да. Ну, у него же нету скриншота предыдущего состояния, соответственно, ему, может, он и сделает новый, но ему транзишна не между чем будет делать. Да, но когда ты в отдельной вкладке открываешь, у него, по идее, есть возможность этот скриншот получить. А я так понимаю, там скриншот, он типа, ну, не кашируется никуда, он просто внутри истории живет. То есть, если у тебя нет истории до этого, то у тебя и нету транзишна. Окей, согласен. Да, новая вкладка же открывается без истории, ты не можешь по новой вкладке назад сходить. То есть, это еще и в этом смысле. А, кстати, можно иногда. Нет, можешь. Ну, вот в Safari, например, такой эффект, что ты, когда назад делаешь, он закрывает вкладку же. Я где-то читал на днях, что на десктопе, Safari, когда ты открываешь вкладку в новом окне, по-моему, он копирует историю текущей, можно ходить между... В общем, браузеры по-разному оказывается себя ведут, да, точно. Нет, смотри, вот это я поведение точно знаю. Ты открываешь вкладку в новом окне, ты ее... ты в ней нажимаешь назад, он закрывает эту вкладку и возвращает тот таб, который у тебя был. Нет, это не только на мобилках работает, на десктопе тоже? Не помню. Да, на десктопе тоже работает. Прикольно. Ну, то есть, опять же, все не просто зависит от того, вкладка, не вкладка, а еще от того, как браузер это все рендерит на уровне интерфейса. Хотя не просто, ну, как и всегда на самом деле. То, что в спеке написано, это одно, а то, что браузер реализует, это всегда приходит с нюантиками. Короче, читайте, смотрите, пробуйте. Мне кажется, это огромнейший вау-фактор, который, если вы агентство, если вы делаете промо-сайты, прям вообще must-have. Мне кажется, это можно сказать, смотрите, мы, в отличие от наших конкурентов или в отличие от вашего существующего сайта, можем сделать офигительно классно. Но не забывайте про то, что это все-таки интерфейсный паттерн, и нужно, чтобы он был на месте, нужно, чтобы вам эту идею, даже если вы сами принесли эту новую фичу, возможность дизайнеру, надо, чтобы вам человек, который занимается интерфейсом, предложил, как использовать этот паттерн, а не вы сами влепили его везде. Правда, держите себя в руках. А прикинь, какое счастье для разных авторов всяких сервисов, которые делают презентации в вебе. О, да. Да. Ну и продолжим про дизайн около того. Тут на МДН вышла статейка про цветовые палитры. Мишель Баркер рассказала, как использовать цветовую функцию Color Mix. Юля, держи. Да, помните, когда мы только-только начали обсуждать, что вот готовится Color Mix, и было много-много всяких разных статей от Деврелов, и там как-то всегда опускали вообще историю про дизайн-системы и про вот эти вот палитры большие. А мы еще тогда обсуждали, что, блин, а вот зачем нужно-то? Нужно-то для дизайн-системы, чтобы делать палитры большие. И вот, наконец, Мишель Баркер написала действительно такую статейку, описала, как это в целом работает и как можно применить у себя. И такие классные моменты как раз про то, что мы тогда говорили, и что она повторяет здесь. Это то, что вам в дизайн-системе в целом-то не нужно все вот эти вот палитры большие с большим количеством цветов, там, где каждый цвет раскладывается на 10 разных оттенков, и потом их использовать. Потому что, ну, вы где-то их сторите, а потом вы их применяете куда вам нужно, а потом вам нужно еще что-то изменить, потому что вам недостаточно просто цвета, нужно еще opacity добавить. Ну, и, в общем, много всяких разных других появляется corner-кейсов. Она предлагает как раз-таки взять просто какой-то набор основных цветов, там, например, брендовый, цвет фонов, ну, в общем, какие у вас там есть, какие-то такие большие, важные цвета, и от них уже дальше плясать с помощью Color Mix. это функция, которая как раз-таки позволяет смешивать цвета. И она показывает, как это классно работает, если у вас несколько цветов, несколько каких-то акцентных цветов, например, брендовый, и вы еще какой-то дополнительный используете, потому что вы их можете смешать в любом цветовом пространстве, можете их смешать в разных пропорциях, вы можете прям написать, что я хочу, там, синего цвета 20%, и вот второго, например, там, фиолетового или красного, еще 20%, и у нас получится вот цвет, который соответствует этим параметрам. Опять же, в любом цветовом пространстве, которое вам интересно. И вы можете, когда создаете какой-то компонент, который должен наследовать цвет вашего брендового цвета, плюс еще какой-то, можете просто использовать Color Mix, вместо того, чтобы тащить кучу разных переменных с разными цветами. И, например, часто используют такую штуку для цветов текста, потому что у нас есть много разных серых цветов текста. Периодически они ложатся на какую-то цветную подложку, и серый цвет на цветном смотрится плохо. Плохо сочетается, появляются периодически такие ряби у некоторых людей, у кого со зрением не очень классно, появляется не очень красивая картинка, и для этого дизайнеры часто просто берут черный цвет текста и его с опасности используют. Но это, опять же, не очень удобно, потому что это, опять же, нужно задать опасити, либо задать целую палитру цветов с альфа-каналом. Мишель показывает, что можно просто смешать прозрачный вместе с вашим цветом текста, и вы получите тот самый цвет с опасити, но вам не нужно держать все эти переменные, вы просто миксуете прозрачность с вашим цветом. Еще очень важный момент, который она подсвечивает, это переходы между цветами, потому что если... Я надеюсь, что все когда-нибудь открывали фигму или какой-нибудь похожий инструмент и видели цветное колесо, колесо цвета, в общем, там, где градиентик такой красивый, все цвета там есть, есть белое пятно и вот черный края, ну, в общем, все есть. И по этому градиенту можно двигаться разными способами. Можно пойти по короткой стороне, можно пойти по длинной стороне. И в зависимости от этого, от того, какую вы сторону выберете, у вас будет разный цвет в смешении. И это важная штука, когда вы хотите использовать ColorMix, потому что если вы заранее не подумали о том, как вы пойдете по этому цветовому кругу, у вас может быть немножко неожиданный эффект, когда вы хотите один цвет получить, а получаете ровно, диаметрально противоположный, потому что он находится как раз-таки вот на длинном, например, пути. Комплементарные цвета или как они называются? Ну, в этом случае это не совсем будет комплементарный цвет, но он будет очень близок к этому. Если вы хотите, противоположно будет немножко неловкая ситуация. У нас есть дополнительный атрибут в этой функции, где можно написать, что я хочу цвет в таком-то цветовом пространстве по длинной стороне либо по короткой. Ну, то есть там longer или shorter. Ну, то есть если нарисуете в этот кружочек как раз-таки по градиенту, то вы поймете, какая вам нужна сторона, либо короткая, либо длинная. Хорошо об этом думать, потому что если вы смешиваете цвета, например, не для вашей конкретной дизайн-системы, а, например, для цветов ваших других компаний, которые у вас костятся. Например, если у вас продукт что-то типа Shopify, и вы поставляете просто свой интерфейс, они туда могут вставить любые свои цвета, а вы дальше их рисуете, и вы используете там Color Mix, то вам бы по-хорошему проверить, как у них это работает и выбрать, какую сторону нужно использовать. Потому что, опять же, могут быть какие-то не очень предсказуемые эффекты. В остальном она подсвечивает, что поддержка есть, и вообще можно так-то потихонечку пользоваться, начинать. И плюс другие цветовые пространства у нас, опять же, появляются, появляются, начинают в графических редакторах, поэтому, опять же, тоже можно уже начинать эксплорировать эту сторону и по чуть-чуть приносить к себе. У нас с мая 23-го года эта фича поддерживается во всех браузерах, то есть уже год назад все браузеры все это зашипели, но вот бейзлайн говорит, что это все еще newly available фича и пройдет еще какое-то время, я уже забыл, два с половиной года, по-моему, должно пройти, 36 месяцев, что-то типа того, прежде чем эта штука будет считаться полностью поддерживаемой в браузерах. Но, как и мы говорили, когда обсуждали бейзлайн, решение принимать вам. если вы считаете, что эта штука для вас работает, вперед. Тут, наверное, никакого пост-сс плагина не получится здесь сделать, Юля, ведь тут нужно в рантайме это делать, или все-таки можно как-то сгенерировать ваши цветовые темы предварительно, статику? Ну, вообще есть, если у вас нету переключения тем прямо на лету, то есть, мы раньше как раз использовали для таких целей пост-сссный плагин. Он тоже что-то называется типа color mix чего-то там, там их не так много, в общем, можно сориентироваться. Он как раз-таки тоже позволял смешивать цвета. Но там было, естественно, не так все классно и радужно, но в целом что-то он помогал делать. Но, опять же, он это все генерирует в статику, и, соответственно, у вас только одна тема доступна. Ну, либо применять этот color mix для вашей палетки, но в этом смысла особо тоже нет, проще тогда просто притащить палетку статичную, которая у вас так уже есть. Просто есть ощущение, что нативно у тебя просто может другой цвет получиться, чуть-чуть оттенок, чуть-чуть другой. Ну, есть ощущение, да, может, я ошибаюсь, чем то, что ты это на JS вычисляешь, переводишь из, смешиваешь цвета или переводишь из одного пространства в другое пространство. Нет, не сталкивались с такими вещами? Или пост-ссс-плагин хорошо работает? Ну, во-первых, он работает только с srgb. А, это ограничение. Поэтому есть уже ограничения, да. Плюс здесь из кода доступны все цветовые пространства, которые у нас есть в доступе, в графических редакторах тоже их не особо есть. Ну, и вот CSS тоже работает только с srgb, поэтому только там можно смешивать. Если хочется чего-то поярче, получше, поинтереснее, то, ну, соответственно, только код, по-другому никак. Знаете, что я еще думаю? Что тут все-таки, хоть мы и говорим, да, вы смотрите на свой проект и там решайте по нему, добавлять туда ColorMix или нет, но если мы говорим про дизайн-системы, в них, конечно, даже если у вас там браузерная поддержка плюс-минус окей, в них все равно будет сложно внедрить ColorMix, потому что дизайн-системы уже используют в разном окружении. Ее могут использовать и в каких-то местах, которые вы не сможете просчитать здесь и сейчас. Все-таки ее делают более как надежной, да, дизайн-системы, иначе толку-то от нее какой. Типа, если она в каком-то месте не будет работать. Поэтому тоже туда вот такие вот на bleeding edge фичи сложно добавлять. Надо ждать. Надо ждать. Ну, вот где-то можно. Ну, кстати, здесь тоже зависит от, потому что у нас, например, есть правило не катить, не использовать новые фичи, пока они не были в последних двух мажорных релизах. Здесь уже было больше, чем два мажорных релиза, поэтому мы можем использовать дизайн-системы уже. Я знаешь, что я имею в виду? Что, смотри, дизайн-система это же как? Это же бизнесовый механизм, да? Завтра твой бизнес решит выкатить новый продукт на другую ЦА, и у которой будет другая браузерная поддержка, а использовать они будут твою дизайн-систему, и у них будут проблемы. Возможно, да. Не, ну, завтра и поддержка браузерная улучшится, но, конечно, об этом нужно помнить. Ну, просто дизайн-система это что-то устойчивое, да? Ну, либо которое может, я не знаю, трансформироваться, деградироваться, да, откатиться до какого-то состояния, да? Вот. Ну, да. Ну, когда у тебя известное поле, да, конечно, здесь все окей, но просто бизнес же всегда хочет выпускать новые фичи, используя ту дизайн-систему, которая есть. Она для этого и делается. А вот эти новые фичи, ты не знаешь, в какую ЦА они попадут, в какая там будет браузерная поддержка. Это вот усложнение. Ну, и под конец чисто коротенькой строкой, чтобы вы просто знали, тут недавно, вы знаете, jQuery обновился, ну, такой там совсем минорный релиз, но тут вот из той же исторической эпохи есть и другой инструмент, гауп называется, и он тут на днях выкатил свой мажорный релиз. Не минорный, это не бакфиксы вам какие-то. Это мажорный релиз. Да, да, я знаю, вы все наверняка гауп уже похоронили, переехали на вид, кто-то сидел на веб-паке все это время, кто-то ушел, я не знаю, еще в какие-то другие инструменты. Но я знаю, есть среди вас ребята, которые сидят до сих пор на гаупе. Так вот, ребят, которые сидят на гаупе, у вас все хорошо, ваш инструмент наконец-то обновился, вы можете, я не знаю, выпускать фейерверки, радоваться, писать всем родным, знакомым о том, что ура, я снова как бы на хайпе и все хорошо. Вот, обновляйтесь до пятой версии, там есть breaking changes, их достаточно, но там подтянули все, что нужно, подтянули на джесные версии, подтянули поддержку ESM-ов и всего, что в гаупе так долго ждали и хотели. Поэтому, что получается, праздник на вашей стороне и необязательно переезжать на вид. Ну, есть гауп-файл на сайте webstandards.ru, в репозитории, его в последний раз трогали три года назад, ты намекаешь, да? Да, мне кажется, я попробую обновиться до пятого гаупа просто, просто чтобы покекать. А у тебя там четвертый гауп использовался? По-моему, да. Ага, окей. Не, ну, с четвертого, по идее, не так сложно должно быть, там с третьего было сложнее. В общем, когда фронтендеру нечего делать, он, нет, это шутка про кота была. В общем, да, когда фронтендеру нечего делать, он зависимости обновляет. А с вами был 416-й выпуск подкаста Webstandards и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко, сам по себе Вадим Макеев и дизайнер на CSS Юлия Мецен. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty и мы вас пригласим в самый секретный чат. Ждем ваших вопросов на подкаст собака веб defiz standards.ru мы обязательно ответим на самые интересные. И услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.